Каждая девушка достойна красивой свадьбы. И чтобы это было именно так, я расскажу вам, как выбрать банкетную площадку. Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Ирина Корнева, и мы начинаем. Я выделила два способа подбора банкетной свадебной площадки. Первый — это когда вы самостоятельно ищете банкетную площадку через поисковые запросы в Яндекс или в Гугл, заходите на сайт банкетной площадки, звоните, задаете все необходимые вопросы, высчитываете стоимость этой банкетной площадки и дальше уже принимаете для себя решение, куда бы вам хотелось поехать посмотреть, а куда вам не хочется ехать смотреть банкетную площадку, потому что она вам не подходит под каким-то параметром. И второй вариант — это когда вы заходите на свадебный портал Event4Me, где за вас эту работу уже проделали менеджеры свадебного портала и узнали у банкетных площадок всю необходимую информацию. Сколько стоит банкетная площадка, какая аренда на банкетной площадке, какое меню, значит, заходим на свадебный портал Event4Me, попадаем на главную страницу. Здесь вот есть эксклюзивные партнеры, можете зайти в каталог банкетных площадок через эксклюзивных партнеров, можете зайти в каталог через отдельный раздел «Каталог». Нажимаете на раздел «Каталог» и попадаете в большой список категорий разных, и можно подобрать не только банкетные площадки. Нажимаете «Площадки и банкетные залы», и вам выпадает достаточно большое количество разных банкетных площадок. Открываете банкетную площадку для того, чтобы просмотреть всю информацию, и смотрите, что здесь есть про эту банкетную площадку. Во-первых, вы можете сразу оценить залы, какие есть в этой банкетной площадке, какие свадьбы проводились на этой банкетной площадке конкретно, где можно провести зону церемонии на этой банкетной площадке. Вы также сразу же видите здесь, то есть не нужно никуда идти искать, разыскивать какие-то фотографии со свадеб, которые проводились на этой банкетной площадке. И сразу же здесь же смотрите те условия, которые предлагает банкетная площадка. Так как все условия актуальны, вы можете сразу посмотреть. Вместимость зала, что у меня, допустим, 40 гостей в месяц, или мои 40 гостей на эту банкетную площадку. Так, вместимость до 60 человек, значит, мои 40 гостей в месяц. Хорошо. Дальше, стоимость меню на человека, 5000 рублей. То есть вы тем самым сразу же можете посчитать, в какую цифру может выйти для вас эта банкетная площадка. То есть если у меня 40 гостей и 5000 рублей на человека меню, то есть 200 тысяч рублей будет стоить накормить моих гостей на этой банкетной площадке. Хорошо, с этим я поняла. Дальше есть аренда выходные, а у меня свадьба в субботу. То есть для того, чтобы мне сделать мое мероприятие, мне нужно заплатить еще 150 тысяч рублей аренды, чтобы сделать мероприятие на этой банкетной площадке. То есть 200 тысяч рублей, это я поняла, что для того, чтобы накормить гостей, 150 тысяч рублей аренды, и того 350 тысяч рублей мне нужно на моих 40 гостей. Дальше мы смотрим, что есть продление 10 тысяч рублей, я, например, хочу гулять до 12 условно, и мне нужно заплатить плюс 10 тысяч рублей за продление, и есть сервисный сбор, то есть это сумма, которую нужно заплатить официантам за то, что они обслуживают этот банкет. То есть если банкет вышел в 200 тысяч рублей плюс еще 10 процентов, это 20 тысяч рублей, то есть банкет у меня, меню выйдет в 220 тысяч рублей плюс 150 тысяч аренды, то есть 370 тысяч рублей для того, чтобы сделать мероприятие на 40 гостей. Дальше вы можете сразу же здесь посмотреть, какая мебель есть на этой банкетной площадке, вот написано 6 круглых столов, президиум, 60 стульев, что есть еще, кондиционер есть, 1 официант на стол, это имеется в виду, что за 1 круглый стол обслуживает 1 официант, то есть если у меня 40 гостей, мне нужно будет 4 стола, и работать у меня будет 4 официанта за круглым столом, и 1 официант, который будет обслуживать мой стол, да, президиумный, то есть 5 столов, 5 официантов будут работать на моем мероприятии. И написано, что разрешено, да, и что запрещено, что вот запрещено фейерверки, ага, значит, вместо фейерверков мне нужно что-то запланировать другое для того, чтобы сделать свое мероприятие вот на этой банкетной площадке. Дальше есть описание, опять же, да, где находится эта банкетная площадка, написано сколько километров от этой банкетной площадки, то есть, по сути, вся необходимая информация есть. Если хочется узнать какие-то там детали дополнительные, да, например, есть ли там номер, где можно пофтографироваться, есть ли там какая-то территория, например, или есть там какой-нибудь полянка, например, да, рядышком, и мне хочется узнать эту информацию, я могу попросить связаться со мной, оставить свой номер телефона, оставить дату события, и мне перезвонят и зададут мне вопросы. То есть, я могу это сделать сама, найти на сайте, да, и позвонить, либо я могу сделать это через свадебный портал и позвонить, точно так же нажать на кнопку, со мной свяжутся, и я сразу же задам всем необходимые мне вопросы, да. А если вдруг у меня останутся еще какие-то вопросы, я, например, понимаю, что, да, площадка хорошая, но при всем при этом я хочу, чтобы мне для сравнения дали еще какие-то площадки, то здесь тоже можно запросить, сделать подборку разных площадок, и портал вам сделает подборочку. Для этого вы нажимаете связаться с нами, допустим, да, забиваете номер телефона и говорите о том, что мне вот там понравилась вот эта площадка, но при всем при этом мне бы хотелось, чтобы вы мне подобрали такого же плана варианты вот на такой бюджет, например, на 370 тысяч рублей, там, или 350 тысяч рублей, чтобы стоила банкетная площадка. И портал вам может сделать подборку банкетных площадок, и вы уже сможете выбрать то, что вам подойдет больше, в общем-то, да. Ну, то есть, одним словом, можно воспользоваться спокойно услугами свадебного портала Event for Me и посмотреть и узнать, сколько реально будет стоить свадебный банкет. Я знаю, что есть свадебные сайты, где неактуальная информация по ценам. Здесь информация по ценам актуальная, ну, то есть, куда бы вы ни зашли, вы увидите реальные стоимости за банкетные площадки. То есть, если вот эта площадка действительно дорогая, да, это, там, вилла Ротонда, это, ну, достаточно хорошая площадка, и она достаточно дорогостоящая, то вы сразу это и увидите, что вот у вас будет написано минимальная стоимость банкета, да, вот здесь вот в описании, 1 миллион рублей, а в пятницу, субботу 1,5 миллиона рублей, да, то есть вы сразу эту информацию видите. Вам не нужно звонить для того, чтобы узнать, сколько стоит эта информация, сколько стоит эта банкетная площадка, потому что вы уже сразу понимаете, в какую цифру у вас эта банкетная площадка выйдет. Ну, и опять же повторюсь, да, если при всем при этом вы посмотрели, у вас остались вопросы, вы можете оставить заявку и с вами свяжутся, сделают для вас подборку банкетных площадок, которые подойдет вам по параметрам. Я надеюсь, что я помогла вам, я надеюсь, что вы нашли какое-то решение после просмотра этого видео, заходите на свадебный портал, уверена, что все получится, вы найдете площадку своей мечты и будет всем, как говорится, счастье. Всего хорошего, мои дорогие, обнимаю вас, дарю лучики тепла, не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх этому видео и включать колокольчик. Все, пока-пока.